Девушки отдыхают Девушки улыбаются У девушки, кстати, еще розовый При этом муникю совершенно сумасшедший Улыбаются в камеру Мы с вами готовимся поговорить об итальянском футболе По моему скромному мнению Нет ничего в этом мире интереснее Чем разговаривать об итальянском футболе Потому что сегодня мы с вами посмотрим Не в первый уже раз на нашем телеканале У нас это традиция Перед началом европейского сезона Мы предлагаем вам самые интересные Значимые предсезонные турниры И, конечно, в Италии Трофео Тим Стоит особняком Турнир, в котором три Ведущих итальянских клуба Да простят меня, безусловно, болельщики Ромы, например, и Лацо Но все-таки три ведущих итальянских клуба Милан, Интер и Ювентус Сходятся друг с другом Играют по одному тайму Но затем выявляют победителя Это не тот турнир Где исключительно важно Выиграть Это турнир, в котором команды показывают нам свои резервы будущие Это турнир, в котором мы можем прикинуть Как будет выглядеть команда в ближайшее время Это турнир, в конце концов Во время которого мы можем посмотреть на футболистов Которые скоро команду покинут Я, например, думаю Это очень читать филусы от Расти Фантастика просто Я, например, думаю, что вот Реду Циглер Который только что продефилировал мимо нас Начнет, скорее всего, сезон в другой команде Но, в конце концов, сейчас не так уж это и важно Бари Бари, стадио Сан-Никола Тот самый стадион, где проходили матчи мирового чемпионата 90-го года Как давно это было Кстати, здесь играли матч за третье место в свое время И, если я правильно помню, именно здесь проходил финал Лиги чемпионов Кубка тогда еще чемпионов В 91-м году Помните противостояние Марселя и Цервена-Звезды? Где Цервена-Звезда вместе с Михайловичем Юговичем Простенечки выиграла Вот как раз та самая команда на этом самом стадионе одержала победу Ну, Бари в последние лет 10 отчаянно лихорадит Поэтому уже сейчас не скажешь, что здесь играет какой-то грант Но стадион здесь, на самом деле, действительно хороший Пусть, да, в целом со стадионами в Италии дела обстоят не лучшим образом И, честно говоря, это большая-большая проблема Италии Нужно им срочно что-то за стадионами придумывать Иначе ничего хорошего из телекартинки не выжмешь Сколько бы почтенные тетушки приятного вида не размахивали руками в камеру Но все-таки стадион это большой Он, кстати, в значительной мере заполнен Ну и для начала Вот нам сейчас трибуны показывают Вот эти крайние сектора Верхние, они пустые Но все остальные части трибун, если сейчас камера поднимется Они, на них очень много народу, на самом деле Вот, ну и мы с вами для начала посмотрим Как Ювентус и Интер сейчас друг с другом будут тягаться Мерятся звездочками Хотя у Ювентуса теперь нет звездочек Как известно, поскольку Ювентус не сходится во мнении с итальянской футбольной ассоциацией Касательно того, сколько же у Ювентуса чемпионов Считают в Турине, что отобрали у них энное количество титулов Лусью как непривычно, да, выглядит в полосатой майке Ювентуса Итак, для начала Первыми выходят на поле Ювентус и Интер И я с удовольствием вам составы играющих команд зачитаю Нам сейчас показывают Ювентус В воротах тридцатый номер Старари Второй Лусио, четвертый Касарес Пятый Мази Одиннадцатый Дичелли Двадцать второй Осамо Двадцать третий Ридаль Двадцать шестой Ликштайнер Двадцать седьмой Кулиарелло Тридцать второй Матри Тридцать девятый Марроне Главный тренер команды Антонио Конте Интер В воротах Ханданович под первым номером Четвертый Хавьер Дзанетти Вечный человек Седьмой Каутиньо Восьмой Паласио Четырнадцатый Гуарин Девятнадцатый Камбьясо Двадцать второй Милито Двадцать третий Аронокия Двадцать шестой Киву Тридцать третий Мбайе И сорок второй Жонатан Вот такой состав сегодня нам предлагает Андреа Страмачони Главный тренер Интера Нужно понимать, что в составах и той игровой команды Отсутствуют футболисты Долго и старательно игравшие на Евро Недаром вот, например, у Ювенкуса вообще сегодня Дичели капитан Потому что нету сегодня в составе Ювенкуса, например, Бануччи Нету сегодня в составе Ювенкуса Андреа Пила Нету в составе Ювенкуса Джорджа Пьеллини Поэтому оборона выглядит вот так Кармино Руссо из Нои будет работать на сегодняшнем поединке Лихтштайнер пожимает руку Лусио Совсем недавно еще Лусио играл за Интер Ну, время-то быстро идет Недавно играл, а вот теперь его из команды освободили Ну, в общем-то, можно, наверное, даже сказать, что так немножко выжили Нам предлагают ориентировочный состав Того, как сегодня будет действовать Ювенкус Так это будет или нет, мы с вами на ходу посмотрим и разберемся В запасе у Ювенкуса из значимых людей Сегодня остались Вученичи, остался Пепе Может быть, мы его сегодня, кого-то из них на поле увидим Антонио Конте мрачно охмурится Смотрит своими светлыми глазами Ну, а нам показывают Борези Старшего Борези, который сидит рядом с Андреа Страмачони Ну, а Иван Рамира Хордова, как известно, стал тим-менеджером Вот человек закончил карьеру и продолжает в Интере работать Хотя многие люди, которые, в общем, немало потрудились для команды В последнее время как-то Интеру оказались не совсем нужны И их из команды, ну, не то чтобы выталкивают Но так с ними не очень, может быть, где-то красиво обходятся И не всем болельщикам это нравится Хотя, в общем и целом, понятно Интер взял курс на, нет, не омоложение, а на сокращение, прежде всего, зарплатных ведомостей А потом уже, потом уже важно все остальное Давайте смотреть, 45 минут они сейчас проведут Я, кстати, не скажу, что уж хорошее поле Но тем, вот тут справа как будто трактор по нему ездил Но вместе с тем, посмотрите, Альда Сирена комментирует Приятно, да? Когда видишь, что люди легендарные в прошлом Альда Сирена играл из-за Интер-Резуэнс Если мне память не изменяет Люди легендарные в прошлом Вместе с режиссером Пипи Боничи Я, правда, понять не имею, кто это такой Работают на сегодняшнем матче Пошли, поехали Давайте внимательно понаблюдаем за новичками Потому что новички сегодня на поле вышли Причем вышли уже в стартовом составе Нам не менее 15 раз показали Лусио Который нынче будет защищать цвета Ювентуса И ворота Ювентуса Но я, правда, думаю, что, скорее всего, все-таки Лусио будет в основе выходить так подменять По мере необходимости Но так это или нет, будем разбираться И будем разбираться, как сегодня чемпион Италии Будет выстраивать игру Многие думают, что Ювентус явный фаворит Начинающегося сезона в Италии Ну и, честно говоря, мне тоже так кажется Потому что есть определенные проблемы у Интера Не первый уже сезон Такая замечательная передача Какое бодрое начало Нужно бить по воротам Поле, в общем, феерично расползается под шипами Именно поэтому у Кулярелло удар не получился Тем не менее футболисты Ювентуса Отличную атаку организовали уже в самом начале матча Осамуа И еще одна передачка И следует даже удар по воротам Вот, кстати, раз я заговорил о приобретениях Давайте мы посмотрим еще раз Как вся эта атака складывалась Кулярелло просто не смог пробить А когда попытался развернуться Потерял равновесие И еще один удар Отметим передачу Дичелли с фланга Да, что ж так пульт-то едет Засвистывает Ювентус Касарес Делает передачу чуть-чуть дальше Мартин Касарес Уругвайц Сегодня, посмотрите, естественно, что Никаких отпусков не получили Те, кто на Евро не ездил Поэтому сегодня И аргентинцы на поле Нам показали и Мелита, и Родриго Паласио Кстати говоря, новичка команды Нам показали и крупным планом Мартина Касареса Уругвайца Ну, правда, Касареса В отличие от Паласио Сложно назвать имя очком Но, тем не менее Дичелли Касарес Лусио будут засвистывать В баре вообще, кстати, местные жители должны поддерживать по идее Антонио Конта Который здесь в свое время поработал На протяжении двух сезонов Ну, не так, чтобы очень много По сути, Антонио Конта Да, он легенда Но, в отличие от Чиро Ферраре Когда он в Ювентус уже пришел в качестве главного тренера По сути, у него с опытом все было в порядке Потому что позади остались сезоны Варецо Баре, Аталанти и Сиен Мяч от Ква-2 Асамо Отскакивает Колярелла Лусио Делает передачу направо на Лихтштайнера Морона И первое столкновение в центре Все как положено Матри боролся Ну, тут Камбьяс втыкался ногой Причем, судя по всему, воткнулся в своего же товарища по команде Гуарину досталось Трансфер Гуарина окончательно выкупили Потому что он еще В прошлом сезоне Его нельзя было назвать Окончательным футболистом команды Асамо Как бодренько Ювенцит атакует Лихтштайнер И нарушение правил пошли Видово пробили Пошли разбираться друг с другом Давайте мы еще раз посмотрим Вот вам, пожалуйста, и начало Вроде бы так все тихо, спокойно начиналось И на тебе Это Мбаебал Вот нам его сейчас показывают в профиль Лусио в чужой штрафной Головой он играет прекрасно Да и вообще Во своем возрасте Даже в своей 33 С физической формы у него Все неплохо Дичели Лихтштайнер Резкая диагональ Еще один навес И попытка аккуратно пробить головой Третья подряд попытка Фабио Кулиарелло Матри В общем-то люди, которые вовсе не факт Что будут играть в этом сезоне Не исключено, что Покинут они команды Вообще в последнее время В Европе Скажем так, ориентировочно Ну, как сказать Правильно Подвисло, что ли Очень много атакующих футболистов С которыми непонятно Что будет дальше Причем это касается Очень многих стран Вовсе Не только Италии Но, условно говоря В Англии Вот там с Вандервартом Да Не совсем Ясная ситуация Поговаривают, что Не могут Может он команду Покинуть Но это я в качестве просто Примера привожу То же самое С Демитаром Бербатовой В Ювентусе С Матри Не совсем ясная ситуация С Робиньо тоже В Милане Поговаривают Но, правда, если еще И Робиньо отдавать Кто в атаке Будет играть Интер с мячом Джонатан Интер, пожалуй Наиболее интересная На сегодня Команда из трех По той простой причине Что команда еще Не совсем Так определилась И, опять-таки Непонятно, как Страмачоне Будет работать В этом году Несмотря на то, что Его, безусловно Очень сильно Поддерживает Маратти И с чем с чем А с поддержкой В менеджменте клуба Пока, во всяком случае Молодого специалиста Проблем никаких нет Матри залез в положение Вне игры Но Интер и готовится Начал к сезону Раньше всех Потому что Интер Играет в Лиге Европы В этом году Да, для Интера Конечно, Лига Европы Не такой представительный Турнир, как Лига чемпионов Но, тем не менее Интер К этому турниру готовится И совсем скоро В третьем коллекционном раунде В Лиге Европы Стартуют Марсель Ливерпун Интер Атлетико с Бильбао Я уж молчу про те команды Которые будут играть в группе Там и Лацо И ПСВ Штутгарт Бордо Азет Атлетико Лион Тоттенхэм Байер из Ливеркузена Словом, в этом году состав Представительный Как Ну, не то чтобы никогда Но очень представительный Действительно Так что Интеру Предстоит Ну, не хочет никак Успокоиться Видимо Чрезвычайно Просто тянет Чтоб дело Закончилось Какой-нибудь карточкой Байер Паласио Очень давно хотели Аргентинцы перекупить Уджену И вот в этом году сделали Это Родриго Паласио Полностью адаптировался К футболу Итальянскому Единственное, что смущает Все-таки возраст Он 82-го года рождения В 30 лет попал В европейский супергоп Родриго Паласио Говорю европейский Потому что в боке-то Он играл много и успешно Камьясо Мелитто Корпус Попробовал Мелитто поставить Нет, не получилось И Вентус, который пока Вообще Мячом владеет Значительно лучше Развивает свою очередную атаку Через правый фланг Ликштейнер И Мирка Лученич Рядом с Симона Пепе Если я начну Рассуждать Именно о трансферных Новостях То здесь Придется сплетня Обсуждать только Часа полтора Паласио Едва-едва Не получается И приходится Стараре выходить Из ворот Паласио Камьясо 2 августа Вступит Камьясо 1-0 1-0 Камьясо Хорошее подключение Передача Передача была Кутиньо Камьясо 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 Остался в команде Хандановича Камьясо 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 Произошла Который Судя по всему У него много Предложений Но он Из Италии Не хочет уезжать В свое время Интер заплатил За него 18 миллионов евро Но в общем Себя как следует По цене В Интере не проявил Ни о чем Это не говорит В свое время Фабио Коновар Сяден шибко В Интере проявил Говорит только Или там Андрея Пирло Это говорит только о том Что по цене Не заладилось в Интере У него вообще Зарплата приличная Чуть меньше 3 миллионов в год Но вот не хочется Ему из Италии Уезжать по бытовым причинам Он недавно был Там на сборах На презентации Вышел на сцену И сказал Что рад вас всех видеть Ну так Если я сейчас Не точно цитирую Но поскольку На меня особо В команде не рассчитывают То не исключено Что мы с вами Больше не увидимся А вот и футболисты Милана Тоже готовятся На выйти Я думаю Что татуировки Батенга на шее Ни с кем не перепутаешь Там за спиной Стоит Тайо Тайво Но на самом деле Если вы не всех Узнали в лицо Из тех Кого нам сейчас Продемонстрировали Крупным планом Ничего страшного В этом нет Объясняется Это очень просто Я еще расскажу Во-первых Многие Не вернулись Из отпуска Это касается Прежде всего Сборников Какой же ужасный Газон Все-таки В Италии В последнее время С газонами Это решили Проблема Одно время На Сан-Сиро Напоминал газон Старый дедушкин Ковер На котором Моль потрудилась Ну вот и здесь В баре Тоже проблема И плюс Здесь выходят Иногда Ну совсем Молодые Футболисты Многие из них Себя Не очень Проявляют А многие Потом Проявляют Вот я по-моему Тут и Мобили Играл Пару лет назад Играл Успешно Дичели Подача С левого фланга Лихштейнер Как разочарованно Бежал Ну и снова Нам Миланцев Показывает Паласио Попытался Оттолкнуть Лусио Но Лусио Можно Обхитрить Лусио Может Не повезти Но Оттолкнуть Лусио Касарес Ну Посвистеть В адрес Лусио Ну По большому счету Пусть болельщики Интера В адрес Собственного менеджмента Посвистят Я еще раз скажу Что На самом деле В том Что Интер делает Есть Глубокая Закономерность Это правильно Потому что Нужно Массимлян Олегри Наблюдает Потому что Нужно Экономить Просто говоря Не то сейчас Время Чтобы швыряться Деньгами Но просто Как-то уж Больно решительно И так жестко Стали избавляться От некоторых людей Которые еще Два-три года назад Казались Ну совершенно Незаменимы Ханданович Попал в спину Матри Матри как раз Стал отворачиваться Ну и Кроме того Нужно Ювенкусу Избавляться От футболистов На которых Совершенно Откровенно Антонио Конто Не рассчитывает Но которым Приходится платить Зарплату К сожалению Один из этих Футболистов Это Милош Красич Который здорово Начал В Ювентусе Но потом Подстал Коляр Колярелла Быстрая передача вперед на Паласио Паласио забрасывает мяч на Диего Мелита Ну и Интеру, если уходит по цене Интеру нужен будет еще один форвард Мелита бомбардир Мелита, которому в Милане доверяют Но Мелита на секундочку 33 Нам все время показывает Джузеппе Борезе Джузеппе Борезе Легенда Интера Каутинья Мелита Джонатан Куа-2 Асамо Еще раз давайте посмотрим В ноги довольно жестко Джонатан прыгнул И все Интер окончательно избавился Ну расстался с Гороном Пандзевым Латсо в Наполе выкупил контракт Горона Пандзева И теперь Македонец будет в Неаполе Играть я думаю, что на сегодня Во всяком случае по составу Наполе один из наиболее очевидных соперников Ивенту в борьбе за Скудетта Хотя мне кажется, что еще нужен один хороший защитник Мунтари будет теперь играть за Милан Но за него ничего, собственно говоря, и не заплатили Также ничего Не заплатили за тех футболистов, которые закончили карьеру Угары в створ У Ивенту три из них, два в створ А у Интера один удар, один в створ, один гол Закончил карьеру Арландони, голкипер закончил карьеру Кордова Вернулись после различных аренд своей команды Андреа Поли В Самбдорию и Мауро Саратэ в Латсе Нарушение правил Киевы с фоле И в свою очередь выкупили контракт Гуарина у Порту Теперь уже об аренде речь не идет Про Хандановича я тоже сказал Сильвестр из Палерма Ну не знаю, насколько это будет интересная сделка Родриго Паласио За него заплатили больше 10 миллионов Довольно странное приобретение Габи Мудингаи Но правда объяснить это приобретение можно Чуть попозже, если будет возможность Обязательно скажу Ну и целая группа футболистов Возвращается из аренды Есть даже такая шутка Но она, естественно, что шутит не болейщик Интера Что самое значимое приобретение Это Кордова в роли менеджера Ханданович Будет Самир Ханданович Выносить мяч А вот уже и замены готовятся Замены даже готовятся в Интере Мелито Касарес Куалерелла Очень неожиданная передача Здорово! Куалерелла На секунду замялся Затем, когда пробил Уже навстречу Вылетел буквально Ханданович Может быть, да Было здесь положение внеигра Они когда-то друг с другом играли За Удинезе А сама будет подавать Подача Ну а бить кому-нибудь Нет, никто не бьет по чужим воротам Еще один навес Еще один навес Куклу все, естественно, был в чужих ворот Но что-что атаковать-то он умеет Навес Никто в итоге не пробил И опять Паласио побежал Паласио против Лихтштайнера Лихтштайнер А пятый номер Вот это я как раз понимаю Мази, да? Смотрю внимательно на состав Да, пятый Это как раз Мази есть Альберто Мази Вот этого футболиста Я, честно говоря Узнаю не очень хорошо Ничего удивительного нет Родился в Лигурии Причем родился в Генуе Был в Самбдории Лаваньеза Про Верчелли Это аренда И вот Ювентус с этого года 19 лет Однако, однако Ювентусе настроены всерьез бороться за три трофея Лига чемпионов Стурета И Кубок Италии Но есть одна Такая очень-очень важная деталь Удар У Лиарелла Все-таки Пока разбазаривает Моменты Не могу сказать, что беззаботны Ювентус в прошлом году Играл хорошо Я не буду Вступать там В различные споры болельщиков Где-то, может быть, чуть повезло Но в целом Ювентус, конечно, золотые медали заслужил Но есть одно но Ювентус не играл в прошлом году В Лиге чемпионов В этом году Будет значительно тяжелее Ювентус Канданович Матри Дичелли Делает передачу в центр Дичелли Камбьаса поборолся Ну и правильно сделал Касарес Милито Антонио Конте Решил, что пора уже о себе напомнить Антонио Конте 30 минут между тем сыграно Ква-2 само Я с вашего позволения Сейчас просто больше говорю про Интер Поскольку у нас три тайма И больше буду говорить про Ювентус Когда Милан будет играть с Ювентусом Мне кажется, что Дабы не распыляться Так правильно Турнир специфический Он как раз и настроен на постоянные разговоры О трансферах, о командах, о сделках Там у нас тем более Впереди Милан Который провернул На мой взгляд Сверх выгодную сделку С продажей двух футболистов ПСЖ Касарес Колярелла Каутинио По-прежнему автор единственного забитого мяча На правой передаче на Лихтштайнера Лихтштайнер, Колярелла На этот раз по мячу не попал Каутинио Зато попали Каутинио по ногам Дичелли Ой, на ногу наступил Шипами Паласио Джонатан Можно было сразу сыграть в центр на Камбьясу Нет, назад Раноки Сраноки Тоже не совсем Все ясно И не исключено Что он команду Вполне может покинуть Прецедентств на него достаточно много Милан, кстати, один из них Каутинио Касарес Осамо Обыграл легко Каутинио Два прекрасных приобретения Ювентуса Осамо И Маурисио Исла Исла мы пока в деле не видели А вот, пожалуйста, еще и такой финт И прострел По-прежнему лучше Ювентус Острее и четче Даже на таком Ну, это, в общем, нет, чтобы огород Клумба Хавер Дзанетти Каутинио Убежал моментально из-за сайдера Адриго Паласио А дело закончилось просто ударом И еще один навес Но иногда вот видно, как получают здесь молодые шансы Я помню, что комментировал там несколько лет назад Трофео Тим Когда свой шанс получил Минья Цуабата Который даже так еще не защитника играл По-моему, полузащитника Или опорного Ну, не так важно Главное, что вот просто искры летели из глаз Минья Цуабата Ну, и периодически отлетали искры от ног тех, кто с ним боролся На готовом он сейчас видит на поле Вот, и было видно, что ну невероятно человек хочет играть По-моему, это было в 2009 году Но тогда казалось, что вряд ли он будет играть в основе Играет в основе И даже в сборной уже в основе мы его видели Паласио Лусио продолжают освистывать На самом деле, Лусио было еще два года контракта И он Хотели с ним Расторгнуть этот контракт по обоюдному соглашению В общем-то Ну, не то, чтобы выдавить Но как-то не очень были настроены Чтобы Лусио продолжал играть за Юнтер Ну, и Лусио и ушел И как только он оказался на базе Ювентуса Ему немедленно задали вопрос Сколько же скудет-то у Ювентуса По мнению Лусио Лусио сказал, что Не будет На эту тему спорить Крути не меняют У него будет повреждение небольшое И полностью согласен С президентом Крутио На что немедленно отреагировал Кордоба Сказал, ну Совсем недавно же Лусио еще в Ювентусе Он еще, может быть, и непонятно Какого именно имел в виду президента Какого именно клуба Тем более, он человек зависимый Джонатан Занетти Вот первый день, когда Хавер Занетти закончит карьеру Представляете? Такой день, когда земля остановилась Хавер Занетти закончил футбол играть 39 в этом году Амблиаса Гуарин Занетти Очень неплохо сейчас Интер держит мяч Но все испортил Внезапную передачу Диего Мелитов Хасрас Куярелла продолжает коллекционировать ошибки Ему это удается Гуарин Ювентус хорош Занетти Хотя еще раз подчеркну Конечно, когда вернутся все сборники И будут играть в основном составе Вот, сегодня еще новость была Что Майкон отказался переходить В Анжи Потому что хочет перейти в Реал Ну, если бы его продавали Два года назад То, конечно, продали бы его Миллионов за тридцать Попытка рассекающей передачи Нет, и попытка это не проходит Полосио Вернулся назад Сыграл И бежал Симона Пепе разминается Мбайе Тридцать третий номер Сенегал Честно говоря, я вот с этим футболистом плохо знаком Киеву Быстро-быстро разыграли Дальше что? Дальше легкая передача Вперед Касарас Продвигается вперед Касарас Проскочил Ну, тут еще и Квалиарелло давал передачу Что само по себе непросто Заканчивается первая треть Сегодняшнего турнира Интер и Ювентус Еще одна замена А, вот это Лонго Да, я про этого молодого человека слышал И посмотреть на него интересно Он да очень здорово играл за Примаверу А Примавера Интера в прошлом году То есть, иначе говоря, молодежный состав Выиграла Даже с 17 лет Ну, когда имеешь дело с африканцем Так сложно сказать, что ему 17 лет Матиас Сильвестра выходит Ну, этот аргентинец, который уже давно в Италии обретается И человек достаточно опытный Касарас Ну, вот, пожалуйста Заодно сейчас посмотрим и на молодые таланты В общем, да Что-то общее с 17-летним У этого молодого человека есть Поменяли Родриго Паласио На Гатомо Заметки Лонго 92-го года рождения Даже в Дженово побывал Ну, интересный, очень интересный футболист Будет удар поворотом или нет 20 лет, Лонго Будем, что называется, смотреть Прикидывать, что от этого футболиста ждать Он уже за Интер дебютировал Но его хвалят Камьясу Штрафной Антонини И штрафной Вряд ли для того, чтобы бить Ну, для передачи Вполне, вполне, вполне Навес есть Даже повязка слетела Это не повязка Это знаменитый шлем Киеву слетел Как он без шлема-то будет Камьясу Шлем не нужен Боролся с двумя соперниками Один из них Квадро Асамо Ну и в конце концов Своего добился Асамо остановил Здесь еще Сусамо боролся Хавер Данет Джонатан Поддерживает Справа атаку Занетти борется Джонатан Уже миланцы Разминаются Камьясу Делает быструю передачу На правый фланг Мелита Против Мази Мелита И удар в дальний угол Ну понятно, что здесь Все-таки не Буфон А Старари Но один в такой же степени Старари Осталось две минуты Такой состав Интера Конечно, очень сырой И распадается На части Игра миланцев Очень Она и в прошлом году Такая была Небезупречная Прямо скажем В принципе Собирался Главный тренер Интера Строить игру В центре вокруг Двух футболистов Гуарина и Весли Снейдера Опять-таки Непонятно Останется ли Снейдер В Интере Но вот это два футболиста Которым Всячески Доверяет И без конца Подчеркивает Вот это свое доверие Еще одна атака У Ивентуса Развернулись Выстроили две линии Обороны Миланцы Кулиарелло Упал на газон Свои 45 минут Кошмарно Отыграл Фабио Кулиарелло Прекрасный футболист Кажется травмы Задергали В прошлом году Наготома Весьма и весьма Дичелли выбивает Мяч за линию ворот Ждем навеса И мы его дождемся Разыграли Гуарин Наготома Странно Как цепанул мяч Наготома Касарес Очень длинная передача На ход Матри Одну минуту Добавляет арбитр Ну и правильно делает Ханданович выбежал сюда Ну почему бы и нет Безумство храбрых Поем мы Танцы Касарес Они флангами поменялись Я смотрю что Касарес Направо ушел сейчас Не могли они Потому что там же Легштайнер и оставался Ну сейчас посмотрим Может быть и произошли Какие-то изменения Камьяса Ну строго говоря В пять игроков Обороны Играл Ювенков Нет-нет Касарес не уходил Правее там Никаких изменений Не следовало Конте Вообще доволен Подбором футболистов И неоднократно Подчеркивал Что в прошлом году Менял Формацию Ну иначе говоря Модули Как называют В Италии С 4-3-3 на 3-5-2 В зависимости от ситуации Продолжение следует...